Автобус Минского автомобильного завода – один из возможных вариантов общественного транспорта, который в ближайшее время может появиться на улицах Нижнего Тагила. Сегодня сотрудников администрации города познакомили с техническими характеристиками автобуса. Все основные комплектующие – импортные новинки известных брендов. В настоящий момент мы сегодня здесь представили автобус среднего класса МАЗ-26 на улице 76, работающий на дизельном топливе. Автобус посадочных мест 27, общая пассажировместимость 78 человек. Автобус приспособлен для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями. Накопительная площадка, низкопольность при входе, накопительная площадка, место для инвалида, система книлин, которая позволяет автобусу наклониться, так скажем, в правую сторону, откинуть пандус для того, чтобы угол наклона самого пандуса был меньше, и инвалиду-колясочеку можно было зайти без проблем заехать в автобус. География эксплуатации автобусов этих моделей очень широкая, говорит Виталий Псю. На них ездят во всех крупных городах страны. Стоит такой транспорт порядка 7 миллионов рублей. На новые автобусы в этом году мэрии выделили 112 миллионов рублей из областного бюджета. Дополнительное финансирование ожидается из федеральной казны в рамках программы «Чистый воздух». В этом году у нас имеются средства на приобретение транспортного обновления подвижного состава, как раз на автобусы, на газовом топливе. То есть это уже обязательно будет в этом году. Предполагаем, что будет через субсидию организациям, осуществляющим посольские перевозки. То есть они самостоятельно будут приобретать, и они будут осуществлять выбор, но на основании тех критериев, которые мы согласились. В администрации города планируют закупить 120 автобусов для перевозки пассажиров в черте города и заменить существующий парк «Газели», который составляет 300 единиц. Сейчас предстоит разыграть конкурс на приобретение новых автобусов, закупить их и запустить по Нижнему Тагилу. Анна Кизилова, Игорь Горьков, Павел Соложнин. Новости Тагил-ТВ.